Привет, ребят, я Штукенция, и я сейчас ищу жилье в Израиле, изучаю рынок аренды, какие есть сайты, группы и так далее. И я обнаружила вообще потрясающую вещь. В Израиле все квартиры какие-то гигантские, просто на огромные семьи. А если вы хотите снять маленькое жилье, типа студию или какую-нибудь однокомнатную квартирку или что-то такое, во-первых, намного меньше предложений, чем на более большие квартиры, а во-вторых, это все очень специфическое жилье. Короче, здесь просто как будто бы не строят маленькие квартиры. Ну, не рассчитано все на людей, которых там типа двое, и они хотят жить в 30 квадратных метрах, просто чтобы это было дешево. Нет, здесь ты приходишь, ищешь какое-то жилье, и обязательно, например, 5-комнатная, блин, квартира 100 метров. И ты такой, нахрен, нахрен, а мне это надо? В общем, нет, у вас будут сложности с маленьким жильем, и я вам сейчас подскажу несколько лайфхаков, как же его все-таки искать и как оно может называться. Значит, какое тут бывает маленькое жилье? Первое, это называется студия. Но эта студия, это не то, к чему мы привыкли, типа прямо студия. Здесь студия, это часто не построенное так жилье, а просто взяли большую квартиру, разделили на какие-то части, она даже еще так и называется деленка, и в итоге сформировали из одной большой квартиры несколько маленьких, или как-то так, переоборудовали их там немножко, и это, в общем, типа называется студия. В итоге по факту вы заходите в квартиру, которая просто поделена на несколько частей. Оплата бывает за нее фиксированная, ну, кроме электричества чаще всего, или кроме электричества интернета, это плачется по счетчику. Вот, ну, как бы плюсы и минусы сказать сложно, я еще не жила в таком жилье, но, как бы по логике это просто немножко странно, когда ты не живешь, грубо говоря, отдельно, ты живешь как бы в коммунальной квартире, но называется это студия, а у тебя там через стенку еще живет, наверное, кто-то, может быть, хозяева, ну, то есть по факту вы снимаете, можно сказать, комнату, в которой все немножко переоборудовано, в которую встроили маленькую кухню, и там поставили, например, туалет и душ. Это прикольно, но это не та студия, к которой мы привыкли, как, например, в России, или там, я не знаю, в Голландии, или где-то в других странах, где я бывала, там именно построили отдельное жилье, и оно называется студия, там бывает балкон, здесь в студиях балкон я не видела, здесь студия, это реально вот комната в какой-то большой частой квартире. Дальше, еще бывает такой вид маленького жилья, называется однокомнатная квартира. Опять же, однокомнатная, это не совсем правильное название, потому что здесь так идет, например, ты заходишь в квартиру, есть такой салон, или, не знаю, что-то типа большой коридор, большая гостиная, в общем, ты так зашел, и начался этот салон. И часто бывает, что этот салон в маленьких таких вариантах объединен с кухней. И еще есть вот отдельно за дверью некое что-то типа комнаты. И вот это все называется, бывает называется однокомнатная квартира, а бывает называется двухкомнатная квартира. Но по факту все равно в ней вот эта вот одна комната за дверью, и вот остальное как бы пространство, салон и кухня. Тоже какие плюсы, какие минусы? Минус в том, что такого жилья очень мало, именно потому что такое не строят обычно. Большая часть предложений это типа трехкомнатные квартиры, четырехкомнатные квартиры, пяти, шести, не знаю, и так далее. Короче, огромное жилье, все такое просторное. Нет, я понимаю, это, конечно, более комфортно жить в просторном жилье, но как бы и цены соответствующие. То есть ты хочешь, ты приехал, у тебя там типа супер маленький бюджет, хочу за две тысячи снять, ну вот типичный, знаете, новый репатриан. Хочу за две тысячи, но чтобы жить отдельно. И это очень сложно, потому что, чтобы за две тысячи что-то найти, ну либо надо ехать в супер дешевые районы, например, как я поняла, в Хайфе, такое можно найти или в каких-то других, типа в Цфате, еще в других местах мы уже находили такие варианты. Но, допустим, если тебе нравится другой город, вот нам, мы сейчас живем в городе Решон, нам тут нравится. Тут начинаются трудности, потому что либо это все как-то вот как-то непонятно, как-то переделено, либо вот это маленькое жилье, это бывает типа подвал. Берут подвал, оборудуют тоже под, скажем так, жилое помещение, и ты живешь в этом подвале. В итоге у тебя окон нет, потому что это подвал. Или я еще видела такой вариант. Берут гараж, такой домик, типа гараж, и из него делают тоже жилье. То есть по факту это гараж, но живешь ты в нем как в студии. Вот, называется это студия. Вот, я не знаю, опять же, насколько это комфортно или некомфортно. Мне сложно это оценить, потому что я сейчас пока просто, мы арендовали комнату, мы в ней живем, и это другое. Вот, а именно ты пытаешься найти, допустим, отдельное жилье для самого себя, то вот это все маленькие варианты, чаще всего это что-то очень странное. И ты не понимаешь, как это даже в итоге работает, и насколько будет там комфортно жить. И еще последний вариант, кстати, как я думаю, самый предпочтительный. Нам его уже порекомендовали 3-4 человека здесь, ну, как бы из таких людей, которым можно доверять. Не просто на улице, а просто вот именно знакомый. Нам уже порекомендовали такой вид маленького жилья, который называется Техидат Юр, или вот как-то так. Но смысл в чем? По-русски это называется жилой блок. Ну-ка напишите мне в комментариях, как я это на иврите, может быть неправильно произношу. Ну, в общем, жилой блок это когда у тебя есть, допустим, либо дом, либо квартира тоже большая, либо, бывает, двухъярусная квартира, либо, ну да. В общем, у тебя есть какое-то большое жилье, ты берешь, тоже сепарируешь там кусок. Это может быть либо одна комната, либо целый этаж, либо две комнаты, ну, по-разному, короче. Ты это все выделяешь, ставятся туда отдельные счетчики, счетчик на электричество идет отдельный, ну, на воду не знаю, но на электричество точно. Вот, и вот этот вот кусок, к нему даже часто делают отдельный вход, если это на первом этаже, как-то так вот делят, что у тебя есть даже своя дверь. Либо бывает у тебя дверь общая, допустим, через лестницу такую, либо с улицы вход, короче, по-разному. И ты живешь в этом жилом блоке, и ты обычно платишь фиксированную цену плюс электричество по счетчику. Это довольно-таки выгодно, потому что другая рента жилья в Израиле, ты платишь сначала фиксированную цену за жилье, а потом ты еще отдельно платишь налог на землю, налог на дом, налог на воду, электричество, газ, короче, интернет. И ты за все это платишь отдельно. И этого всего там, блин, пойди разберись, сколько это в итоге, что будет стоить, если ты еще не опытный. И сложно понять, какие траты, и вообще сложно разобраться во всем этом. Мне кажется, намного проще арендовать как раз-таки жилые блоки за счет того, что там все фиксировано, ты просто платишь типа 2 500, не знаю, в месяц, и больше ты не платишь ничего, кроме счетчика за электричество, который у тебя, вот ты видишь, сколько ты нажег, ты столько и платишь. Мне кажется, это довольно удобно, плюс это жилье, но это тоже деленка по сути, но это не та деленка, когда в квартире выделили совсем что-то такое маленькое. Там обычно вот эти жилые блоки, они, ну, тоже разного бывает размера, но все-таки там можно хоть немножко как-то развернуться. Там бывает есть и кухня, и туалет, и как-то, ну, хоть немножко просторно, хоть чуть-чуть, потому что, если прямо совсем какие-то маленькие варианты, типа 20 метров, там все настолько плотно, что ты не повернуться, не развернуться не можешь. То есть, как бы слишком мало места получается. Так что вот, это то, что касается маленького жилья в Израиле с ним, здесь очень все плохо. В общем, если вы большая семья, вам, конечно, будет намного проще тут искать жилье, здесь вариантов моря. И, как я поняла, чем больше жилье, тем оно, грубо говоря, дешевле на метр квадратный получается. Ну, вообще, то есть, если ты ищешь прямо большую квартиру, можно получить ее за ту же практически цену, что ты снимешь и более маленькую квартиру, просто за счет того, что больших квартир больше и, как бы, не такой ажиотаж. А сейчас очень много репатриантов, им всем, типа, подавай маленькое, и маленького тоже оно все какое-то непонятное. Короче, странный такой момент. Вот, с жильем здесь вообще все непросто. Но если вас еще что-то интересует на тему жилья, вы меня спрашиваете, я как эксперт по поиску жилья, который уже, уже сколько я тут мучаюсь, уже вторую неделю пытаюсь найти какой-нибудь нормальный вариант, пока что еще не нашла, но уже, знаете, поняла, какие проблемы меня, в принципе, могут ожидать. Жду ваши комментарии, рассказывайте, может, вы что-то еще прикольное знаете на тему маленького жилья в Израиле. Кстати, если у вас есть какой-то вариант маленького жилья, желательно за 2000, вот, ну, в общем, может быть, максимум там 2400, вот так, ну, короче, вы поняли. Недорогое маленькое жилье, если у вас есть, и вы это сдаете, напишите об этом в комментариях, вот, и мне пригодится, может, еще кому-то пригодится, знаете, так что жду вас. И до скорых встреч, пока!